Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее видео у нас с вами будет про проверку бьюти-лайфхаков из ТикТока. На самом деле, я не планировала снимать это видео, но в рекомендациях на Ютубе мне выплыло вот это. Настоящая бьюти-влогер ТикТока всегда безупречна. Подождите, сначала я должна выполнить обещание, которое я дала в моем Инстаграме. Кстати, обязательно подписывайтесь на мой канал, Тик, и подписывайтесь на мой Инстаграм, я буду вас очень сильно там ждать. А обещание, которое я дала, это надеть красные линзы во время съемки этого видео. Весьма интеллектуальное начало ролика про проверку бьюти-лайфхаков. Но я должна отметить, что бьюти-лайфхаки сегодня будут действительно супергодные, потому что я нашла какой-то пуф-пуф-пуф, крутой контент. Красные глаза, о тебе вспоминаю. Красная коза, я только о тебе мечтаю. Если вы давно на меня смотрите, наверняка вы знаете про то, что у меня лютейшие проблемы с головой. С наклеиванием ресниц. И я нашла такой лайфхак, который позволит очень легко наклеивать ресницы. По крайней мере, у девчули, которая это делает, она прям вообще за одну секунду их наклеивает. Я надеюсь, что это будет реально рабочий лайфхак. Я буду делать наклеивание ресниц так же быстро, как я делаю сейчас наклеивание линз на мои глаза при помощи вот этой вот палки. Палка. Пойдемте, я покажу вам, что меня травмировало. Предупреждаю, вас это может тоже травмировать. Кстати, подпишитесь. Привет, с вами бьюти-блогер Эшли. Сегодня проверим лайфхак с фольгой, который я нашла в ТикТоке. Обернем прядь волос листом фольги. И проходимся утюжком для волос по всей длине. Вау, получился стильный серебряный локон. Че за хрень? Че за хрень? Че за хрень? Боик испорчен. Вау, Боик испорчен. Кошмар. Кто будет делать такое со своими волосами? Это была как бы подводка к тому, каким образом я дошла до того, как проверить нормальный, хороший, качественный бьюти-лайфхак. Еее. Лайфхак номер раз. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Это кисть. Это клей для ресниц. И сейчас мы с вами будем делать самую идеальную, удобную в мире, я надеюсь, что я не испорчу свою кисть, кисть для бровей. Заключается лайфхак в том, что мы сейчас с вами проклеиваем эту кисть клеем и оставляем. А потом в конце видео возвращаемся к ней и пробуем нарисовать идеальные, самые идеальные ровные брови. Все выглядит достаточно легко. Пожалуй, я возьму другой клей, потому что я не хочу кисть портить, а другую кисть. Клеиваем все ворсинки, чтобы прям плотно было прижато все между собой, чтобы она получилась тоненькая-притоненькая. Как это будет по факту? Я не знаю. Положим это сюда. Вот прямо сюда. Тут и лежи. Сохнет. Можно ли сказать, что сейчас будет лайфхак номер два? Не уверена, но лайфхак номер два. Я просто зашла в тикток, и я не понимаю, почему я сижу и смотрю. А еще я не знаю, как выглядит ваш тикток, но у меня там один сплошной косплей и аниме. Только что мы с вами видели, как сделать лифтинг лица. Лифтинг лица, наверное, в моем случае выглядит как-то так. Сейчас мы с вами попробуем повторить. Ладно, это была шутка, она была не смешная, вы даже не поняли, что я пошутила. Берем с вами светлый консилер. Попытка нахождения светлого консилера. Страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. И вообще раньше надо было думать. Возьму тарть. Я точно видела, что она взяла кремовый румяна. Медведь. Что-то такое. Зацените спонж, он в форме сыра. Это не простой спонж, это спонж от Том и Джерри. Я купила косметику Том и Джерри. Скоро я дропну обзор. Но пока посмотрим на сыр. Сюда, 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 и сюда. Румяна сюда. Вы видите разницу? Посмотрите внимательно, видите ли вы разницу? Я не пойму, мне кажется, что-то изменилось. Но в то же время ничего не менялось. Как же так? Ну вот прям реально не пойму. Смотрю сюда, смотрю сюда. Смотрю туда. Там тоже зеркало. И непонятно. Не могу сказать ничего плохого про этот лайфхак. Но также не могу сказать про него ничего хорошего. То есть, ну это просто неплохая схема для того, чтобы делать контринг лица и лицо выглядит свежим. А еще хочу отметить, что я сегодня не наносила тональный крем. И в сочетании с этим контрингом вроде как лицо даже выглядит очень неплохо. Что вы думаете? Луфи-хак номер три. Кончайте, девочки, кончайте за мной шутить. Просто посмотрите, как у нее изменился нос. Давайте повторим и сделаем все, как она делает, чтобы посмотреть, насколько реально эта схема рабочая. Но просто потрясающе. Вы посмотрите ее нос до и после. Она же реально сделалась в три раза меньше. Кисточке наносим кремовый контринг. Рисуем две прямые полосы. Потом на кончике вот такую вот штуку пунктирную. И вот здесь вот. Раз, два. И полностью закрашиваем все наши ноздри и кончик. Расшевываем кистью. Кстати, первый раз вижу, чтобы расшевывали кистью, а не спонжем. Заполняем тоном или консилером вот эти вот зоны. И также спинку носа. Добавляем хойлайта. Скажите, что я сошла сама, но, по-моему, нос реально стал меньше. Блин, мне прям хочется румяна еще добавить сюда. Это не в рамках лайфхак, но мне кажется, так будет круче. Прям тупо пусть будет вот так. Все-таки мне нравится этот лайфхак. Все-таки я даже буду его использовать. Выглядит реально круто. Блин, боже, я смотрю на себя в зеркало, и я просто кайфую. Это так здорово. Сейчас мы с вами проверим лайфхак, как сделать, естественно, большие губы. Но не те губы, которые я рисовала до этого. Потому что, помните, там была какая-то жесть других моих видео с проверкой лайфхаков. Потому что там реально, ну там не губы, там... Ну, что-то очень стрёмное. А сейчас мы с вами будем делать, естественно, увеличение губ, чтобы выглядело красиво. Понадобится карандаш для губ, керлер и помада. Выглядит все элементарно. Начинаем рисовать с вами галочку. Берем керлер и керлер прикладываем к губам так, чтобы у нас он, ну, чуть-чуть заходил за линию губ. А, ок. Я думала, это вообще не рабочий вариант и без шансов. Но нет, смотрите. Из минусов карандаш обтирается от керлера. Получается вот, что получается. Надеюсь, вы это увидите. Видите, какая фигня. Задача не для слабых духом. Ну, вроде контур ровный получился. Хотя, как он мог получиться неровным, блин? Добавляем центральные грани и по бокам. Просто минус карандаш. Посмотрите, он был идеально наточенный. Сколько у меня ушло продукта на эту фигню. Надеюсь, это будет не фигня, потому что, хотя я уже сказала, что фигня, но мне реально обидно. Карандаш просто, карандаш минус. Теперь используем помаду. Губы, да, губы нет. После этого ужаса будем делать с вами лисьи глаза. Надеюсь, лисьи глаза у нас сделать получится. Для начала нужно наклеить ресницу, а дальше дело за тушью. И тут же сходу проверим лайфхак номер 2, о котором я рассказывала в начале видео. Пойдется пожертвовать накладными ресницами. Надеюсь, эта жертва будет не просто так. Отрезаем все ненужное. Ресничка получилась маленькая. Просто клеит клей навека. Значит, получается, я просто крашу вот так вот, как стрелку, клей. Предположим, на это кладем ресничку. Во-первых, я в шоке от того, что если ты так клеишь ресницы, они реально клеятся за секунду. Это раз. Во-вторых, я в шоке от того, что получилась какая-то дрань с первым лайфхаком. Но то, что ресница приклеилась, это просто нереально. Это просто нереально. Ресница, блин, приклеилась. Она просто приклеилась. Она реально приклеилась? Я в шоке. Я решила снять эту ресничку, чтобы сейчас ее нормально все-таки переделать. Чтобы она у нас была под углом, чтобы было красиво. И переклеить, раз это все равно настолько легко. Попытка номер два. Клей на веку. А вот зафиксировано. А вот все. Ну, смотрите, какая красота. Да, у меня, конечно, очень непропорциональные получились ресницы, потому что это у меня короткая, длинная. Знаете ли, если лайфхак сейчас сработает, это будет круто. Во-первых, первый-то сработал. Второй сработал. То я просто потом куплю себе нормальные ресницы, вот эти вот половинчатые, и нормально их буду клеить. А сейчас давайте все-таки посмотрим, насколько реалистично сделает эффект таких глаз, как у этой девочки. По сути, она просто вот под ресницей появилось такое место, и она там рисует стрелку. Охренеть, вообще другой глаз. Прокрашиваем ресницы вместе с накладными. Ну, это просто чума. Просто охренительно. Охренеть. Это значит, что ресница была более длинная, а эта более короткая. Сейчас посмотрим, что будет с более короткой ресницей. Честно скажу, вот с этой ресницей я немного облажалась. Видите, я ее криво подрезала. А вот это прям очень красиво получилось. Ну, я правда куплю себе вот такие вот половинчатые ресницы и буду делать, потому что лайфхак офигительно рабочий. Реально, если у вас вдруг завалялись какая-то старая пачка ресниц, которые вам не жалко, попробуйте, поэкспериментируйте, вы не пожалеете. Это взрыв моего сознания. Сейчас очень хочется под это вот все попробовать таки нарисовать брови. Так что следующий лайфхак, я думаю, будет связан с бровями. И вернемся к нашей кисти. Нет, не вернемся, потому что она еще не высохла до конца. Так что давайте дальше. Следующий лайфхак. Кстати, хотела сказать вам большое спасибо за то, что подписываетесь на меня, подписываетесь на мой инстаграм и присылаете мне в директ всевозможные лайфхаки для проверки. Потому что большую часть этих лайфхаков именно вы мне прислали и именно благодаря вам сейчас состоялась эта проверка. Так что обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, если вы вдруг еще не подписаны. И я буду ждать ваших лайфхаков, да и просто вас буду очень сильно там ждать. Следующий лайфхак. Проверяем, как усилить действие абсолютно любого хайлайтера в несколько раз. Берем наш хайлайтер. Я возьму этот, это мой проверенный хайлайтер, не самый лучший, но пойдет. И наносим его туда, куда мы хотим нанести. Пусть это будет под бровью. Вот так выглядит этот хайлайтер просто. И для сравнения сейчас я также добавлю его под эту бровь. Берем фиксатор. Взяли фиксатор. Для сравнения мы будем сейчас только на этот глаз наносить setting spray. Мы убираем. И дублируем. Сравниваем. Охренеть. На этом фоне кажется, что это не хайлайтер, а дрянь какая-то. Это незаконно. Это незаконно. Это настолько хорошо, что даже незаконно. Вы же видите, да, разницу? Она просто сумасшедшая. Господи, смотрю на себя, и я вообще себя не узнаю, как будто какой-то другой человек. Не уверена, нравится мне этот человек или нет. Наша супертонкая кисть. Посмотрите, какая она тонкая. Звонкая. Беру мою помадку для бровей, которую я использую буквально постоянно. И сравнение ради давайте накрасим сейчас одну бровь привычной кисточкой. Кстати, она выглядит вот так вот. То есть очень-очень похожая. Правда, очень-очень всратая, но похожа же, да? А вторую бровь накрасим этой кистью. Ох, как же мне нравится этот глаз. Вы видите эту тонкую прекрасную линию? Вы ее видите? Боже мой! Боже мой! Боже мой! Что за прикол? Что за прикол? Что за прикол? Ничего более удобного в своей жизни я никогда не пробовала. Я вам честно говорю, это лучшее. Это просто лучшее. Мама дорогая, да вы издеваетесь? Это теперь моя любимая кисть. Даже не нужно потом пользоваться ничем дополнительно. Посмотрите на эту бровь. А-а-а-а! Офигеть! Это просто... Девочка, спасибо тебе за этот лайфхак. Невозможно круто. Ребят, берите на заметку, не ленитесь Реально лайфхаки Вот в том смысле слова, какие лайфхаки должны быть То есть вещи для упрощения жизни Что ж, всем спасибо за просмотр Всех люблю, всех целую И всем пока-пока, до новых встреч Я счастлива, мне хорошо, я пойду делать фотки